Познакомились мы с ней в одноклассниках. Очень долго, на протяжении, наверное, нескольких лет заходил на мою страничку, но ничего не писал. И вот однажды я не выдержала и написала ему сама. Вот так и познакомились. И встретились буквально через два дня. Очень зацепила красотой своей. Очень красивый человек. Очень искренний, очень душевный. Близкий мне по интересам, по характеру. Схожа просто вдвоем. Сразу увидела как человек. Он идеальный. То есть тот самый мужчина, которого я в себе рисовала в голове все время. Он такой воспитанный, сдержанный. То есть он просто свое слово всегда держит. Он настоящий мужчина. Я не знаю, что еще сказать. Это действительно тот человек, за которого я счастлива увидеть завтра. Я первый признался. Наверное, Женя первая в ней призналась в любви. И, наверное, сразу же после нее признался я. Он очень долго не хотел мне этого говорить. И я очень переживала. Но потом все-таки он, конечно, мне это сказал. И я была очень счастлива. Женя уже у нас как-то этого всего не было. Я делал в домашней установке. За вечерним ужином. Что-то как-то вечером лежали у меня. Не хочу с вами замуж. Нет, на самом деле мы тоже к этому опять же шли. Как-то постепенно. Мы уже много разговаривали предварительно об этом. То есть он уже понимал, и я понимала, что мы поженимся. Но это был вопрос времени. То есть мы когда ругались с ним, я помню. Да ты там, что ты там говоришь глупости какие-то. Я вообще жениться на тебе собираюсь. То есть я вот так. Ну, как так. Ну, и потом как-то в один прекрасный момент. То есть даже когда мы с ним уже, по-моему, и решили, что вот все, скоро будет свадьба. И вот он мне так вот ласково. Домушка, ты видишь, как-то мне замуж. Я вообще, как-то мне. Вот. Уважаемый жених и невеста, вы раскрасили наш зал восхитительными красками любви. Любовь – самый прекрасный художник на свете. Только любовь может волшебно преобразить нашу жизнь. Каждый мир, проведенный с любимым человеком, пополнен неповторимым очарованиям. Вы вступаете в брак. В союзе любви и дружбы. В неразрывном союзе вы будете пилить вашу чашу радости, скорби, печали и утешения. Заключив семейный союз, вы приобретаете не только новые права, но и на вас возлагаются новые гражданские обязанности. Отныне вы берете на себя большую ответственность за будущее ваших детей и за жизнь и счастье друг друга. Исполняя высокий долг представителя государства, прошу ответить вас. Является ли ваше желание вступить в брак свободным, искренним и окончательным? Прошу ответить вас. Является. Вас. По вашему взаимному согласию ваш брат регистрируется. Является. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вообще, самое главное у нас сейчас вот мысль и желание, это, конечно, детки. Минимум троих. Мы хотели сначала летом свадьбу, но сейчас мы как-то вот, что, уже просто хочется поскорее детей. Мы решили, а что тянуть? Ну, просто уже вот. Сразу уже и поженимся и будем уже, чтобы потом с пузом, вот как, знаете, по залету вышла там замуж, чтобы такого не было. Мы решили уже пожениться и с чистой совестью вот все делать уже две. Построить свой дом, вот, и будем жить, порадоваться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!